И так, мы набираем с детства место, потихонечку он будет в небытие. Скоро здесь вносится на улицу, и он закроет этот прекрасный вид. Там даже много, но с детства он там мечтает. Я не могу сказать, что он будет лучше, так что наслаждайтесь последними моментами. Скоро будет обычная застройка. Видно гора Чехур с горы, или Разино поселок раньше его называли. Смотрите, какие тут небеса, просторы. Рождались мои великие мечты, всякие идеи. Ну, великие идеи, это слишком самодельно, конечно, но... Короче, мечты. Сейчас тут территория вилл. Вот отсюда я спустился, из-за три горы. Отнесся сюда. Все меняется, все пропадет. Это жаль, потому что самостоятельно... Где себя искать, через лет десять, если все будет другое. Не знаю, как жить дальше. Если хаули плейс закроют, негде будет, приходите общаться с природой, с Богом. Муравейник, ногами прямо, просто покажу. Сидел, где-то сидеть, наблюдать, как творится муравейник. Сейчас уже почта. Трожа уже не зеленая. Муравейник. Муравейушки спать. Уходят. Выпоздал и жители муравейника остались. Вот, в общем, муравейники. Вот так еще. Ну, в общем, завтра я хочу пойти в Новый Генишли. Это вон, там, вот та гора. Спущусь. С этой горы, вот карабкаться на ту гору. И поднимусь к каким-то малым. И там я снова найду себя. А я себя потерял снова. Я периодически себя теряю, чтобы найти... Теряюсь я во времени периодически. Или, чтобы найти себя во времени, надо вернуться в старые точки пространства. И тогда я себя снова нахожу, вспоминаю. Тем более, чем хорошо. Хорошо Новый Генишли именно там. Потому что там нет никаких таких строй, как здесь. Там время остановилось. И если где-то время советское течет, то там время моего детства. Поэтому близко небо. Поэтому надо совершить паломничество. Именно пешком. Я заметил, когда на колесе едешь, едешь, это немножко другое. Это очень даже другое совершенно. Ты как бы не чувствуешь вообще пространство, куда ты едешь, все мелькает. А когда пешком, то совершенно по-другому. Как идешь, ты опережаешься энергией. Еще хорошо, когда руки свободны, когда на плече никаких сумок там нет. вот эти вилы каждая стоит по миллион евро. То есть люди не бедные тут же, вернее, будут жить. Вот, так что кто-то умеет заработать деньги. Хотя работа тут нет. Тут нефть качает. Вот, снизу там море. Это вдаль растирается так, Абширонский полуостров. Это его длина, можно сказать, с запада на восток он вот так вот вытянулся. Вот. Соответственно, с севера он там. Там все пляжи, Москва там тоже. А самолет на Москву, вот там вот. Аэропорт Бинак, где-то там он садится, взлетает. Я в детстве любил, посмотрите, как самолеты. Вот так вот скользят, вот так садятся, потом взлетают. Ну и сейчас сам тоже буду летать. Надеюсь. Короче, 29 ноября я улечу. 5. Потому что что-то работать здесь у меня не получается. Заставить себя работать. Не могу. То ли жара, то ли, не знаю, что. То ли одиночество. У нас, по-моему, эти люди сушат одежду. Как она белье на ветру по лошадь. Такие звуки. Вот тут я, как музыкант, просто слушал. День жизни. Музыка была записана в бакинских небесах с всех разводом, переливами. Ну, это южное небо. Это не низкое, московское, белесое небо. Это видно, что тут тропическое. Короче, мелодия навевала мне раньше. Ну, сейчас вот... Опять думаю о деньгах, когда работают. Короче, самый свободный человек. Я недавно думал. Это не только горец, но и самошедший. Обычный путь. Нормальный, потому что, блядь, они все не чувствуют себя свободными. Даже бизнесмены, какие-то, слишком богатые, да. Ну, вообще, все они бегают, постоянно крутятся. Нет времени, нет свободы. Сумные, 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 умирают. Ужимочек. Поэтому надо постараться стать мудрецом. Либо дураком. Спядить, с ума сойти. Издельничать, как-то надо работать. В общем, музыка. Радость. Чувствовать себя свободным. И продавать эту свободу. Потому что я потом не выкупишу мудрец. Стоит ее продать. Я уже много чего не чувствую, как раньше, в детстве. Слушаю старые записи музыки. Например, самбаде или пешмоте с этими звуками в конце. В спецспектакле. Тогда они мне вызывают очень странное состояние. В ощущении дрожащей. Сказающей жизни. Сейчас я слушаю временности, бытия. А сейчас я ничего этого не чувствую. Я не сможет, что мне сейчас 48 лет исполнилось. Просто мне сможет, что-то меняется, конечно, притупляется чувство. Становится, там, неудачное зло. Я надеюсь сказать, что я буду устанавливать. Иногда чистится душу свою. Частится, что я от полета с ним я смогу чувствовать. А если я опять научиться, то я не услышал. Ну, общался с природой. Я почаще у меня породились. Все равно в такое время мы делаем полосы и мыслим. Но когда нет ни зарыва, полосы. Или что? Или здорово. Я не знаю. На самом деле я с кем-то поделиться. Своим мыслям. Кто-то поймет меня. Может, и не придет. Подумает, что парень. Пять минуты. Пять минуты. Лучше послушать не меня, а звуки этого прекрасного места, которое поскорее исчезнет. Как видите, урбанизация добралась. А раньше тут ничего этого не было. Здесь были елки, там росли пакуи, никаких домов не было. Я тут любил бродить. И между елками вот этими. Ну, они там чаще растут. Я чувствовал, что за мной кто-то наблюдает. И я стал ощущать присутствие Бога впервые. Немного в этом месте заброшено. Как говорится, в заброшенном новом месте наблюдал Бог в зоне рамокс. Причем, кстати, забор сломали, но туда выйти на низ колесом. Да, конечно. А раньше на собаке были. Приходилось спускаться аккуратно. Сейчас они тоже где-то ходят. Тут я на велосипеде все объездил. Вот эту гору вот так вот все поездил, конечно, куда-то. Короче, эта дорога, эта улица, вернее. Постоянно в детстве на нее смотрел поездил. вечером. Потому что мне казалось, что там происходит. Пока я, наконец, в позднем возрасте не спустился туда, не прошелся по этой улице, и подумал, а где же мистика? С горы она кажется какой-то необычной, недостижимой. Вот когда я спустился с горы, и прошелся по ней уже, все стало как-то обычно. И вообще, когда туда спускаешься? Так, это кажется какой-то чудесный город, когда ты спускаешься туда, в поселок, все кажется, ну, обычно. классно. Там есть мечети, там, мол, лапа идет, 6 часов. Тоже классно. Вот мечеть еще. Ну, вон там одна вижу, и вот одна. Значит, попробую показать. Приближу. Вот одна мечеть. По центру экрана. И вот втражаем. Ее не на редких видов. В общем, такая экскурсия по Holy Place. Ее назвал это место. Это гору. Здесь, когда из деревьев родились. Holy Place. То есть, священное место. Потому что здесь я ощутил присутствие Бога впервые в жизни. Наверное. Вот тут нечто. Я чувствовал, что между деревьев я прохожу. Но кто-то за мной наблюдает. Сознание пронизывает и помогает за мной. Что я делал? Я слушал песни в ветрях. Я садился под такими елками, пунктуями. А вот на дереве я слушал об ветрах. И чувствовал, что это песня в вечность. В ветрах. Сейчас тоже, кстати, было. Деревья начали швистеть. В общем, вот так вот сформировалось все. Это самое лучшее качество. Если они есть какие-то. Все самое светлое во мне от природы. Сюда я приходил, когда с отцом были проблемы с ссором семье. И меня это успокаивало. Как мать. Матушка земля. На самом деле так и есть. когда мама умирает, то куда она уходит? На небо, конечно, на небеса. Но в то же время она становится подсюда. И роль матери на себя берет, мне кажется, сама планета, земля. И она начинает заботиться о тех, кто остался без матери. В общем, на земле какого раннего возраста. И я всегда чувствовал, поэтому я приходил за утешением сюда. Нет многого. И даже сейчас ну взрослый 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 58 48 летний но меня сильно влияет все это. Что несколько лет? Ну что изменилось? Ничего. Абсолютно. Ну душа да, она стала более пыльной что энергия куда-то ушла. сейчас приходится себя каждый день приводить. Чувствую. Долго. Как мотороллер, который еле с трудом заводится. Так что возможно будет еще хуже. чуть-чуть отказывать. Но сейчас нужно плюс 1 плюс 2 да дальнозорность старческая и чуть-чуть просто вот вот служба и все как нарячу уже так называется сейчас зеркалка и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...